Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктории Шары. Коротко об основных темах выпуска. 65-летний юбилей отмечает Николай Меркушкин. В свой день рождения губернатор осмотрел новые социальные объекты в селе Кошки. Долгожданное новоселье в Самаре на один проблемный дом стало меньше. Опера на железнодорожном вокзале. Солисты Самарского академического театра оперы и балета устроили грандиозный флешмоб. Сегодня свое 65-летие отмечает губернатор Самарской области Николай Меркушкин. С его именем связан целый ряд знаковых перемен в жизни 63-го региона. Реформы местного самоуправления, объединения ведущих высших школ области, инфраструктурные проекты в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу в 2018 году и многое другое. Все эти преобразования в постоянном фокусе внимания федеральных властей, поскольку являются событиями всероссийского масштаба. В свой юбилей глава региона Николай Меркушкин отправился в один из самых отдаленных районов губернии – Кошкинский. Там он посетил строящийся ФОК «Победа», завод по производству масла, а затем открыл новую школу. В селе Кошки работает наш корреспондент Марина Матвейшина, и она готова выйти с нами на связь. В центре современные компьютерные классы, оборудованные технические лаборатории, спортсал и бассейн. Центр уникальный, я сразу хочу сказать. И каких-то претензий предъявить, вот сейчас, каких-то особо серьезных претензий, что-то сделали не так, почти нет, практически нет. Уже строители наши стали, в общем, тоже делать многие вещи, не кое-как, а делать по-настоящему. Поэтому, что это и для меня день такой необычный. И для Кошек он очень важный, исторический день, что такой образовательный центр и такой дворец спорта, который будет здесь к лету, это на долгие десятилетия вперед они будут этим гордиться и привлекать людей для того, чтобы где жили и радовались жизни людей. Летом в Кошках откроется еще и спортивный дворец «Ледовая арена» с инниверсальным игровым залом. Губернатор Николай Меркушкин проверил ход его строительства. Посетил глава региона и местный масло-сорозавод. Сейчас его реконструируют, чтобы выпускать вкусный и качественный продукт. Николай Меркушкин побывал в гостях у молодой семьи Ермолаевых. Супруги получили деньги на строительство собственного дома, по госпрограмме устойчивое развитие сельских территорий. За последние три года жилье по этой программе получили более 1200 семей. В Самарской области с приходом Николая Меркушкина многое поменялось. Полным ходом идет модернизация транспортной инфраструктуры региона. Введен в эксплуатацию новый аэропорт Курумыч, один из лучших в России. Отремонтированы и построены с нуля 181 километр магистралей. В результате доля дорог в регионе, соответствующих нормативам, увеличилась до 40%. В этом году на строительство новых дорог только в Самаре направят рекордную сумму – 8,5 миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем 4 года назад. По объему введенного в эксплуатацию жилья, область впервые преодолела показатель в 2 миллиона квадратных метров. Такого в регионе не было даже в годы создания автограда. Продолжается развитие социальной сферы. За 2 года с 5 до 14 возросло число медицинских учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь. Это тысячи спасенных жизней. В соответствии с графиком идут работы по созданию самых современных медицинских центров. Жители Самары чувствуют позитивные изменения и поздравляют с юбилеем главу региона. Мне кажется, за мою жизнь лучшей губернатора не было. Во-первых, и дороги, и даже нам эти самые рынки сделаны, мини-рыночки, где мясо и там все рыбы, все дешевле, чем на рынках, на больших и в магазинах, и, главное, свежие. И еще он очень заботится о пенсионерах. Даже ездит по районам, в дома престарелых, везде сам, везде все смотрит. Мне это очень нравится. Пожелом, конечно, здоровья, счастья. Ну, чтобы подольше на своей должности остался, чтобы так же за ним проголосовали. Ну, и чтобы продолжал тоже спорт вот этот вот все вкладывать. Круто то, что в дворах строят площадки, чтобы дети тоже спортом занимались, чтобы дом не сидели, так вот телефон тыкались. Город наш намного лучше стал, красивее. Плитки сколько положили. Это очень, намного красивее город стал, намного. И, конечно, это все еще идет подготовка к чемпионату. Вот очень хочется пожелать, чтобы наш чемпионат, стараниями Меркушкина в том числе, на уровне Сочинского был. Конечно, ему очень тяжело. Ну, в смысле, нагрузка большая такая, и город, и проблем много у нас, и все это. Так что пусть справляется. Забота о нас, различные мероприятия, больше их стало намного. Спортивные площадки для студентов, чтобы мы не ходили, не гуляли по улицам, а занимались своим хобби, развивали себя. Организатор хороший, хороший хозяйственник. Ведь он, вот выступление его, он говорит не по написанному, а он оперирует свое выступление всегда фактами, цифрами. У него организаторские способности, это, наверное, божий дар. Масса выходит, с простым народом общается, выслушивает внимательно, помогает. Ему, мне кажется, я выражу общее мнение не только горожан, а всей губернии, весь народ. Его любят. Долголетие, крепкого богатырского здоровья, ну и чтобы еще успешнее и лучше устраивал нашу жизнь. До работы в Самарской области Николай Меркушкин 17 лет возглавлял республику Мордовия. К поздравлениям присоединяются наши коллеги и жители Саранска. Здравствуйте, коллеги. Николай Меркушкин руководил Мордовией 17 лет. Сейчас у нас период с 95 по 12 называют золотым веком республики. Он родился 65 лет назад в селе Новый Верхисы. Туда он, кстати, приезжает каждый год на праздник Троица. В Мордовии его очень хорошо помнят и, конечно, следят за тем, как он работает у вас в Самарской области. Сегодня мы поговорили с людьми на больших, саранских и маленьких сельских улицах. И вот что говорят жители республики в адрес Николая Меркушкина. Желаю здравствуйте, успехов в труде и, в общем, чтобы Самарцы тоже процветали, как и мы. Спасибо большое за дороги, потому что вот недавно ездил через Ульяновскую область, в Оренбургскую область. Наши дороги хороши. Спасибо. Пожелаю ему здоровья и продолжать такую же деятельность, как успешную, и такую же, как он и здесь продолжал, так и в Самаре. Поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем. Желаем счастья, здоровья главное. Уважаемый Николай Иванович, от всей души вас поздравляю с вашим юбилеем. Желаю вам здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей работе. Я у него в деревне работал, садик делали, соццентр. Чего, хороший мужик. Как говорится, работящий. Он мне всегда нравился. Вообще такой мужчина, сам по себе хороший и очень отзывчивый, спокойный, уверенный в себе. Ну, все только хорошее. Коллектив телеканала «Самаргиз» присоединяется ко всем поздравлении. И от всей души желает губернатору и впредь также плодотворно работать на благо региона. Новоселье, которого ждали 13 лет. Сегодня официально введена в эксплуатацию проблемная многоэтажка на улице Луначарского, 5. Глава Самары Олег Фурсов вручил документы застройщикам и оценил качество высотки. После вмешательства городских и областных властей дом на 25 этажей удалось достроить. И 55 дольщиков получат свои законные квадратные метры. Ольга Морозова побывала на Новоселье. 25 этажей с видом на Волгу. Строительство многоэтажки замерло на уровне котлована в начале нулевых. Компания «Виктор-С» возвела несколько этажей на средства дольщиков без разрешительных документов. Стройку признали самовольной и заморозили. Проблемный дом на Луначарского, 5 удалось ввести в эксплуатацию после вмешательства властей. Мы с помощью областного правительства и городской администрации нашли решение, которое позволило нам коренным образом изменить эту ситуацию. На нашу площадку зашел новый застройщик. Честно говоря, мы сомневались, что за эти неполные полтора-два года компания успеет достроить этот дом. Но итог налицо, дом сдан. По итогам прошлого года Самарская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по объемам сданного жилья. Всего было построено 2 миллиона квадратных метров. Почти половина в Самаре. Чтобы в городе не появлялись новые обманутые дольщики, власти работают застройщиками. Компаниям, которые берутся достроить проблемные объекты, помогают на всех этапах. Благодаря этому в Самаре в прошлом году удалось ввести в эксплуатацию 11 проблемных домов. В 2012 число обманутых дольщиков сократилось в 5 раз. Мы усилили отбор застройщиков, контроль за качеством строительства, контроль за прохождением разрешительных документов, за сроком выдачи этих документов тоже нами обеспечивается в полной мере. Мы приветствуем всех тех застройщиков, которые работают честно, долго на территории города, пополняют вместе с нами планы по обеспечению жильем наших граждан. Это тот случай, когда новоселье люди ждали 13 лет. 55 обманутых дольщиков получили свои законные квадратные метры в доме на Луначарского. Глава города Олег Фурсов вместе с дольщиками оценил качество строительства. Я вот обратил внимание, что стены ровные, легко отделывать. В каждой квартире уже установлены счетчики на воду и тепло. Отопление подключили, новоселам осталось дождаться ключей. Алексей Сидоров мечтает, как будет делать ремонт в своей новой трехкомнатной квартире. Его семья все это время жила с родителями. Доплачивать до своей квадратной метры дольщикам не пришлось. Ольга Морозова, Алексей Золотенков, События. Свято место пусто не бывает. 40 участков в Самаре, выделенных под строительство, до сих пор не освоены. Эти пустыри не только не украшают городской пейзаж, но и несут в себе потенциальную опасность, главный из которых антисанитарии. Арендаторы этих земель в большинстве случаев так и не оформили разрешение на строительство. Департамент градостроительства находит такие участки и ведет работу по возвращению их в муниципалитет. В дальнейшем городские власти планируют использовать подобные участки, в том числе для решения проблем обманутых дольщиков. Нам не важно, кто строит. Важно, чтобы это было качественно, быстро и платили все соответствующие налоги. Поэтому здесь нет задачи перераспределения в пользу кого-то, тех или иных активов. Есть задачи наведения порядка. Можете строить? Строите. Скажите, в какие сроки? Не можете. Давайте искать варианты, как это вернуть в муниципальную собственность. На этих пустырях вполне можно было построить новые школы. Таким образом, раз и навсегда закрыв проблему второй смены. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. И в Самаре сегодня не просто готовит план по ее выполнению, но и уже перешли от слов к делу. Марина Матвейшина знает детали. Сюрпризы в духе бац и вторая смена вскоре станут пережитком прошлого. В Самаре выполняют поручения президента о переходе школ на односменное обучение. Сейчас в городе идет активное строительство двух школ – в поселке Крутые Ключи и в Волгаре. В планах они откроют свои двери уже 1 сентября этого года. Если мы эти две школы откроем, мы уже 7 школ переведем на односменный режим. У нас сегодня в районе Красноглинском 33-я, 103-я, 122-я, 156-я школы все учатся в две смены, потому что мы туда осуществляем подвоз из Крутых Ключей. Там дети у нас рождаются в геометрической просто прогрессии. И в Куйбышевском районе тоже будут переведены на односменный режим. То есть мы уже на 9% снизим количество школ, которые у нас обучаются в две смены. Чтобы закрыть вопрос второй смены полностью, нужны 13 новых школ на 12 тысяч человек. Городские власти уже нашли подходящие площадки под строительство. Все проекты планировки территории утверждены. На некоторых участках инвесторы уже начали проектирование. Практически все инвесторы готовы передать в муниципалитет земельный участок под размещение этой школы. А еще один инвестор в заводе имени Тарасова, они уведомили нас, что школу на 1600 мест они сами будут и проектировать, и строить. Использовать типовые проекты школ поручает глава Самары Олег Фурсов. Так город быстрее по федеральной программе получит деньги на строительство. Федералы деньги дают под конкретные проекты. Понимаете, мы с вами упустим год. В следующем году денег этих не будет. Значит, строительство отложится на после 18-й год. Значит, так нельзя относиться. Еще раз, Елена Юрьевна, я убедительно прошу вас вместе с Лилей Викторовной. Отсмотрите все эти площадки, установите календарный график. Когда эта земля будет оформлена, передана. Какие существуют проекты в других субъектах, но указанную численность школьников. И сколько будут стоить затраты по перепроектированию подключения. Новые учебные места появятся и на базе уже существующих школ. Так, где архитектура здания это позволяет, появятся пристрои. Список таких заведений уже составлен. Также будут восстанавливать и те здания, что были когда-то перепрофилированы, а теперь вернулись в систему образования. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. Тем временем, незапланированные каникулы в самарских школах продлили до 9 февраля. Карантин был введен еще 1 февраля и планировалось, что продлится всего неделю. Но из-за распространения гриппа и ОРВИ было принято решение изменить сроки. На каникулах это не должно отразиться. Городские власти Самары следят за судьбой туристов, пострадавших во время дорожной аварии на Эльбрусе. Страшное ЧП, напомню, произошло в Кабардино-Балкарии, между полянами Азай и Чигет. Автобус с 30 туристами из Луганска и Самары упал с моста в реку с высоты 3 метров. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Пострадали 7 человек. Среди них 5 жителей Самары. Три девушки и двое мужчин. Они были госпитализированы. Троих уже выписали из больницы. 9 февраля они приедут в Самару, где их встретят, доставят домой. Одна женщина в состоянии средней тяжести и мужчина с переломом бедра еще находится в больницах. Им необходимы операции. Глава Самары Олег Фурсов и председатель Гордумы Галина Андреянова по телефону связались с главными врачами больниц, в которых находятся самарцы. Выяснили, какая помощь им необходима. Транспортная компания, по вине которой случилось ЧП, готовит спецрейсы для того, чтобы перевезти туристов в Самару. Под контролем ситуацию держит департамент семьи, опеки и попечительства. Туристы получат медицинскую и материальную помощь. Первое, что мы сделали, связались с людьми, которые сейчас находятся в больнице. Оба пострадавших, когда им предложили сделать операцию непосредственно в Кабардино-Балкарии, они сказали, нам бы домой. Мы связались с нашим министерством здравоохранения. Как только будет известно номер рейса, они отправят туда скорую помощь. Скорая помощь привезет их в больницу, где могут оказать конкретную помощь конкретным людям. То в плюс, то в минус температурные скачки, ставшие главной приметой этой зимы, напрямую отразились на состоянии дорог и настроениях автолюбителей. В рейд по Самарским улицам отправились сотрудники дорожной инспекции, специалисты департамента городского хозяйства и общественники. Об орг выводов репортаж Павла Баймакова. Злую шутку с дорожным покрытием за последний месяц сыграли резкие и частые перепады температур, а также обильные снегопады. На 200% их среднемесячная норма была превышена уже в январе. Дефекты дорожного покрытия, то есть просадки выбоины, согласно этого ГОСТа, данные дефекты должны превышать по ширине 60 сантиметров, по длине 15, по гуне 5 сантиметров. Проблемные участки дорожным инспекторам и специалистам департамента городского хозяйства помогают выявлять члены общественного контроля. Их мнение также будет учтено и по итогам весенней инвентаризации дорог. Согласовали с ГИБДД выезд, то есть чтобы это был совместный рейд, не просто общественников, а взяли несколько улиц за основу. Улица Вольская. Водители притормаживают, чтобы объехать выбоины. Без линейки глубину лужи определить трудно. Вооружившись всем необходимым, дорожные инспекторы выясняют степень опасности образовавшейся ямы. Сами видите, погода, то мороз, то сляка, дороги разрушаются. К ремонту проблемных участков дороги приступят уже в ближайшее время. 15 февраля, я думаю, мы выйдем четырьмя бригадами, четыре машины выйдут на линию и будем работать по заделке аварийно-опасных участков. Светая асфальтобетонная смесь, технология позволяет использовать ее до минус 10 градусов. То есть у нее температура порядка 500 градусов, она выпаривает всю воду и обеспечивает агдезию с существующим асфальтем. И позволяет, соответственно, дороге дожить ремонт горячим асфальтобетоном. Крупный карточный ремонт планируют начать в апреле. За ним последуют и работы по комплексному ремонту некоторых самарских улиц, в их числе и улица Антонова-Овсеенко. Здесь положат новое двухслойное асфальтовое покрытие, заменят бордюрный камень, отремонтируют тротуары, приведут в порядок газоны. За состоянием дороги первые пять лет будет следить подрядная организация, выполнившая работы. За последние несколько лет требования к подрядчикам стали жестче, а гарантийный срок увеличился с двух до пяти лет. Именно такую задачу по комплексному ремонту и дальнейшему обслуживанию перед подрядчиками ставят областные и городские власти. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Когда весь город спит, они на рабочем посту. Во время снегопада у работников благоустройства самая горячая пора. Именно они и вывозят снег на полигоны. За ночь с одного района до 300 тонн. И это только одно предприятие. Почему в организации «Сафари Самара» работают водители-ювелиры, расскажет Лариса Шалафаст. Управлять погрузчиком дело нелегкое, рассказывает Ярослав Гаврышкив. Водителем тяжелой техники он работает уже 25 лет. Это только на первый взгляд кажется, что собирать снег просто. На самом деле тут нужна почти ювелирная точность. Надо работать аккуратно, очень быть внимательным, где машины стоят, чтобы не задеть, бордюры не ломать, деревья не ломать. Чтобы самарцы могли свободно передвигаться по тротуарам, а машины по дорогам, сотрудники предприятия «Сафари Самара» трудятся всю ночь. Нужно успеть очистить территорию района, пока на дорогах не образовалась наледь. С этой целью мы на дорогах второй категории производим обработку противогололедным реагентом. Дороги третьей и четвертой категории по эсэсам, это песко-соляная связь, а на дорогах пятой категории производим расчистку снежных валов, тем самым обеспечив беспрепятственный проезд техники и передвижение пешеходов. Каждую ночь на уборку Красноглинского района выходит 12 единиц спецтехники предприятия «Сафари Самара». Во время обильных снегопадов привлекают еще и дополнительную спецтехнику организаций, с которыми есть договор аренды. Район сложный, очень много машин, как днем, так и ночью, припаркованных вдоль дорог. То есть загруженность улиц 90% днем и 50% ночью, поэтому нам удобнее работать в ночное время. В дневное же время улавливаем момент, когда машина уезжает и производим очистку. Техника техникой, а ручной труд никто не отменял. Снег в районе убирают и дворники, очищают скамейки, чистят дорожки и остановки, чтобы к утру на территории всего района были чистота и порядок. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Повелецкий вокзал в Москве на несколько минут превратился в концертный зал. Солисты Самарского академического театра оперы и балета устроили грандиозный флешмоб. Исполнили хоровую композицию из оперы римского «Корсакова» «Снегурочка», чем заслужили овации публики. Прощай, 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 вас не везет! Жители и гости столицы не стесняясь снимали импровизированный перформанс на мобильные устройства. Напомню, самарцы в Москве по особому поводу. В четверг оперы «Пиковая дама» они открыли всероссийский фестиваль «Золотая маска». Театральный конкурс пройдет в марте-апреле этого года. 16 апреля будут объявлены победители. Легендарный голкипер сборной Советского Союза по хоккею Владислав Третьяк приехал в Самарскую область, в поселок Усть-Кенельский, где состоялся любительский турнир «Кубок легенд». О впечатлениях мировой звезды от провинциального хоккея расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Владислава Третьяка в студенческом поселке Усть-Кенельский ждали с самого утра. В Самарскую область легендарный голкипер приезжает каждый год открывать турнир, названный в честь него. А вот любительский «Кубок легенд» посещает впервые. Третьяк уровнем провинциальных команд остался доволен. Когда они выходят за свое село, за свой город, за школу, ну и кто за сборную, они становятся патриотами именно вот, когда выходят за свою честь играть на спортивных, ну на всех соревнованиях. Поэтому сегодня очень важно, чтобы и правительство, и государство, и вы знаете, и президент наш сегодня все делал для того, чтобы создать условия для молодых людей, чтобы они занимались спортом. Кубок легенд разыгрывается в четвертый раз. За трофей в этом году сражались «Монолит» из Пестравского района, «Спортград» из Отрадного, «Сергиевск» и местная команда «Кенель Агра». Этот турнир, он, как вам сказать, такой, скажем, больше для развития, для популяризации хоккея. То есть вот пришли люди, пришел народ, это смотрит, приехал такой гость. То есть команды, можно так сказать, команды друзья из соседних районов. Усть-Кенельские, хозяева турнира. И хочу сказать, мы в том году также с ними играли в финале, уступив, конечно, немножко, там, две шайбы, насколько я помню. Но ничего, было очень приятно. Это довольно-таки дружеская команда, мы с ними их давно знаем. Поэтому никаких у нас амбиций и так далее нет. Чисто хоккей и чисто такие дружеские отношения. В финале, как и прошлой зимой, встретились «Кенель Агра» и «Спортград». Кубок легенды остался у местной команды. Они победили со счетом 4-1. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Я на этом с вами прощаюсь. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok